Итоги прошедшего в области голосования сегодня подводили и в региональном отделении «Единая Россия». Партия власти остается в лидерах, но при этом все-таки ослабила позиции. Что по этому поводу думают сами единороссы, расскажем далее. Твердую четверку поставили себе представители партии «Единая Россия» на минувших выборах. Партию власти поддержали почти 32% жителей региона. Во многих округах единороссы явные лидеры. Даже несмотря на то, что в ходе предвыборной гонки партия власти поддержала изменения в пенсионное законодательство и нагнетала обстановку информации о размещении в нашем регионе свалок. В процессе самой кампании у нас был проект закона о пенсионной системе. Очень важный, необходимый проект закона. И мы его поддерживали, этот проект закона. Поэтому он все-таки внес свои коррективы. Ну и, конечно же, все, что связано с нынешним положением о наведении порядка в стране с мусороперерабатывающими предприятиями, со свалками – это тоже свою эмоциональную составляющую. Меньше всего партию власти поддержали в Северодвинске. Там всего 20%. Из одномандатников победу празднует только один кандидат – Александр Дятлов. Большой резонанс вызывал строительство этого мусорного полигона в Рикосихе, который так и не строится на сегодняшний день. Земля не выделена, вы знаете. Но люди, к сожалению, они не делят. Это мы тут как-то разбираемся, что у нас есть муниципальная власть, региональная власть и так далее. Они считают, в общем-то, что это власть и все. И поэтому тут был такой еще и протест, связанный с полигонами. Очень много об этом в Северодвинске обсуждалось. Потеряло абсолютное большинство партии «Единая Россия» и в Архангельской городской думе. Всего 11 мест. На конкуренции единороссы не боятся, заявляя, это пойдет только на пользу для дальнейшего развития региона и сплочения рядов самой «Единой России». Михаил Меньшенин, Сергей Зелинский, «Регион-29». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...